Сегодня я продолжу рассказ про эффект Комптона В прошлый раз мы выписали соответствующую амплитуду рассеяния И я начал рассказ с того, как произведились опыты самого Артура Комптона Вообще, этот эффект один из моих любимых Удивительно то, что явление было открыто в районе 1923-1924 годов Вскоре были выписаны формулы для сечения Комптоновского рассеяния Ну, конечно, без полиенсационных эффектов Это была формула Клейна-Нишина И через год, независимо, Игорь Евгеньевич Там вывел эти формулы еще в рамках старой квантовой механики Но исследование этого процесса продолжалось вплоть до современности Ну, и поскольку я принимал в это непосредственно участие То я хотел рассказать немножко больше того, что вы можете найти в сухих учебниках Где изложены только, так сказать, правила действия и выводы Итак Значит, речь идет о процессе, когда потом Игорь Суна-К в день сталкивается с электроном Игорь Суна-К в день И переходит в конечное состояние Которое соответствует рассеянию Напомните нам диаграммы Окей, можно для этого процесса Одна диаграмма Это диаграмма О-обмена Электронный обмен в шелканале И еще С Хорошо, спасибо Итак Если это кундук-к1-b1 К2-b2 Мы вводили переменный обмор шелкан С переменной Это k2-p1 в квадрате, то есть k2-p1 в квадрате И переменная u, которая удобно в этом варианте записать k2-p1 в квадрате А еще в прошлый раз мы ввели переменную x, которая равняется разности между переменной s, ее пробовым значением в квадрате и обезразмеренная масса электрона Что касается опыта самого Комптона, то там фотоны низкой энергии накидали на электрон Если говорить о сечении этого процесса Как функция энергии системы Селтомас, то все начинается в этой переменной с порога Когда энергия фотона оказывается очень маленькой, то переменная s равняется m в квадрате куриный zbd Но в этом случае пороговое значение сечения Комптоновского совпадает просто с рассеянием световых, даже мягких фотонов на свободном электроне Такое сечение вы изучали в рамках электродинамики еще в этом курсе, да? Это то, что называется Томпсоновское рассеяние Ее предел тоже хорошо известен Восемь третьих πα²m² m здесь все время масса электрона Давайте попробуем прикинуть, что это за величина Альфа на m на массу электрона Это классический радиус электрона 2,8 на 10 минус 13 см в квадрате И здесь у нас оказывается величина примерно десятки разная, да? Ну и когда 2,8 на своем квадрате тоже получается примерно десятка Это даже не совсем рядов величины, а приближенный расчет получается, да? 10 минус 26, десятка до десятка Получается величина 10 минус 24 квадратных сантиметров Что, наверное, многим хорошо известно под названием один барн От английского барн, сарай Хотя сечение настолько большое, как нормальный хороший сарай Размером Для сравнения, чтобы представить на штат явлений Мы с вами рассматривали аннигиляцию Помните? Е плюс Е минус ватронное И тамошнее сечение Была извлечена порядка известного отношения R Это несколько единиц Здесь входило 87 на 10 минус 33 квадратных сантиметров На S квадратных сантиметров Для уровня 4 квадратных сантиметров С величиной корень из S равной 10 Внизу стоит сотня И только по сечению получается на уровне 10 минус 33 Это нано барн То есть величина по сравнению с дауны Оказывается, соответственно, на 9 порядка больше То есть действительно, в масштабе физики элементарных частиц Очень большое сечение Это Томпсонское сечение Что творится дальше? А дальше идет, вообще-то, плавное спадание И на больших значениях энергии Это все будет вести себя примерно как Пи, альфа в квадрате на S и на логарифм S на M в квадрате Здесь еще стоит коэффициентик порядка двойки или четверки Важно то, что сечение впадает Но в области вблизи порога оно падает не слишком близко Так что в той области, которая она в дальнейшем будет эвисовать Где-то здесь Она все еще оказывается величиной порядка 10 минус 25 Все на порядок меньше, чем то, что было на пороге Это то, что касается самого сечения Теперь мы говорим о такой постановке задачи Которая характерна для многих современных устройств Типа ROG-2M, да? Во всем мире сейчас действует несколько десятков таких устройств Где ультрафиевские электроны Синергия Y1 От МЭЛов до десятка ГЭТ Сталкиваются с лазерными фотонами Синергиями порядка электронов вольта Это значит либо видимый свет Либо часто употребляется лазерно-неотированным стекле И соответствующая часто инергия Порядка одного электронов вольта Что получается в итоге? Мы в прошлый раз детально рассматривали В итоге получается, когда этот шарик сталкивается с этим элитическим мозаиком Он отскакивает назад Он очень малым углом В направлении движения электрона, а не фотона То есть рассеяние происходит практически назад И соответствующая частота вылетевшего конечного фотона Довольно сурово зависит от угла вылета Формулу, которую я вам скорее выяснил В пару раз Ваневской фиброй эксплуатировать Выглядит таким образом Значит Нерги рассеянного фотона В зависимости от угла вылета Отсчитанное от направления назад Выглядит таким образом Икс На единица плюс икс Трус гамма не На д квадрате Безразмерная величина Доноженная на энергию Кровночайного электронов Сама величина ix А есть как раз вот эта самая штука Если мы посмотрим на эту формулу То получим Два параллельдом К1 На массовом квадрате Так Для лобового соударения Это будет Четыре Умноженное на произведение энергии Фотон-электрон Деленое на массовый квадрат Вот такая вот величина Теперь давайте попробуем Посмотреть несколько конкретных примеров Ну вот И я Относительно недавно Все это происходило В 1937 Немножко погодят Проводились опыты В которых Как раз рассматривалось Рассеяние Электрон Электронность энергии Примерно 5 гигаэлектронбольт Это ВЭП-4 В канале ВЭП-4М уже тогда Вращался только один электронный пучок Позитронного не было А фотоны Лазерные Утограды 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 Видимого света Ну вот Будем рассматривать эти картинки Если Подставить Электронную цифру сюда Мы получим Х Равное Примерно 0,3 Что-то Около 92 Величина Маленькая Но если Мы считаем Инергию Второго Фотона Инергию Вообще-то Зависит Маленькая 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 И что очень важно Падение Примерно Утограды Происходит На расстоянии Порядка Единицы Ноган Маленькая Ну с некоторой Там Бобраткой Если И становится Большим То есть Достаточно Отклонения На уровне 10 И-4 Для Вайпа 4 Радиана И Инергию Фотона Падает В другое Так Так вот Максимальное Зависит Инергию В этом Оказывалось Равным 0.4 Гига Вольт То есть Если сравнить Получалось Что Этот Лазерный Фотон Крохотный В результате Совгарения Отнимает Немножко Меньше 10% От энергии Электрон А конечная Энергия Фотона В результате Этого Акта Увеличивается В 350 Миллионов Раз То есть Это Получается Очень Эффективное Устройство Для Создания Фотонов Высоких Энергий Так Для сравнения Если мы Имеем Рентгеновские Установки В которых Фотоны Высокой Энергии Получаются Из Бомбардировки Катода Электронами И так далее Там всегда Речь идет Только О десятках В крайнем случае О сотнях Килоэлектрон Вольт А здесь Речь идет О совсем Других Энергиях Ну и дальше Вопрос Ну хорошо Вот это все Получили Куда Эту лошадь Впрягают Вот В данном Случа Мы Эксперимент Ребята Получаются Не просто Фотоны А получают Даже Меченые Фотоны Дело В том Что На Установке Детектора МД Так вот Который был Была еще Система Регистрации Рассеянных Электронов И тот Электрон Который Рассеется В результате Такого Сударения Рассеивается Он тоже Под очень Малым Углом Но в самом Деле Если Детичный Угол Вылета Фотона Очень Мал А его Энергия Превосходит Это Значение Значит Поперечный Импульс Фотона Тоже Очень Мал Электрон Сохраняет Почти 90% Своей Энергии А его Поперечный Импульс Совпадает С поперечным Импульсом Фотона И потому Угол Рассеяния Электрона Еще Заметно Меньше Чем Угол Рассеяния Фотона А дальше Происходит Следующее При Рассеянии На большие Углы Энергия Фотона Убывает А значит Несмотря На увеличение Угла Поперечный Импульс Фотона Почти Не возрастает А потом Даже Начинает Падать Так что Электрон Таким образом Вообще Во всех Областях Излучения Фотона Отклоняется Она Очень Малой Угол Но тем Не менее Он теряет Часть Энергии Выбывает Из-за Режимного Ускорения И Центральный Где И те кто Он Не улавливается Но Есть специальная Вот Это как раз Система Регистрации Рассеянных Электронов Расположенная В ДНЕ От точки Встречи Где Электроны Магнитным Болем Слегка Выворачиваются Попадают В эту Систему Регистрируются Если Эту Энергию Измерять С хорошей Точностью А это Наличество В данном Случае То мы Все будем Знать Про этот Фотон Как только Мы Зарегистрировали Электрон Поскольку Начальные Условия Нас Точно Определены Мы Все знаем Про Конечный Фотон Он Получается Наш Фотон Получается Мечен Конечно При этом Нужно Собрать Какие Условия Чтобы За одно Сударение Сгустков Происходило Не слишком Много Этих Самых Фотонов Потому Что Регистрированные Рассеянные Электроны Мы Не сможем Разобраться Какой Фотон Имеет Место Быть Отмеченным Поэтому На самом Дени Лучше Чтобы За одно Сударение Сгустков Произвелось Не больше Одного Фотона Запомним Эту цифру Она нам Понадобится То есть Фактически Это означает Что Фотон Регистрирование Не должна Быть Слишком Плотной Ну а Дальше Вопрос Ну хорошо Получили эти Фотоны Какая-то Где их Используют Использовали Очень любопытных Опытов Которые Показывают Резкое Отличие Кванту Электродинамики От обычной Электродинамики Ну к примеру Из обычной Электродинамики Вы усваивали Начиная со Школы Принцип Суперпозиции В частности Если у вас Имеются Два Каких-то Поля Одно И второе То что Правится В области Пересечения Этих полей С напряженностью Если напряженность Одного поля Е1 Напряженность В области Где эти поля Пересекаются Утверждалось Так Что Суммарное поле Равняется Просто Суммой полей Что это означает Ну в частности Это означает Что если у вас Здесь есть Ядро С Его полоновским Полем А здесь Летит Факон У которого Есть Слои поля То в области Где факон Ну или Пучок Света Пересекает Электрическое Поле Ядра Ничего не должно Происходить Кроме того Что происходит Геометические Схажения Соответствующих Векторов Напряженности А на самом деле А на самом деле Мы теперь Имея под рукой Такое Описательное оружие Как Теория Возмущения Квантовой Харминалити И ясное Изображение Соответствующих Членов Возложения Теория Возмущения Как диаграмм Эферина Мы можем сказать Что происходит Следующее Ядро Взаимодействует С Факоном И это Взаимодействие Сводится К тому Что На короткое Время Наш Факон Может Превратиться В виртуальную Электрон Позитронную Пару Затем Эта пара Произзаимодействует С ядром В результате Возникнет Рассеянный Факон Который Вполне Мог Отклониться От второго Чак На Направление Это явление Возит Такое Неоффициальное Название Рассеяние Дельбрюка Сам Дельбрюк Непосредственно Не имел Отношения К вычислению Это явление Но зато Он дал намек Людям Которые этим Занимались Чтобы они Посмотрели бы Вы такой Процесс Явление Это было Теоретически Рассчитано Довольно Давно Еще в Сорковых Годах А Эксперентально Тоже было Наплюдено И я В этом отношении Добавил Только Более точное Измерение Чем было Но С той же Квантроликодинамикой Есть Возможность Наблюдать И более Экзотический Процесс В данном случае Эта самая Виртуальная Электронно-позитронная Пара Взаимодействует С ягроном Двумя Плотонами Но это Вообще Необязательно Мог быть И процесс Такого Сохта Это означает Что у нас В итоге Получалось Следующее Если это Фотоны Таких И слишком Больших Энергий То этот Почти Не испытывает Отдачи И есть Просто Поставщик Внешнего Электрического Поля А в этом Внешнем Электрическом Поле Что происходит С нашим Фотоном Расщепление В чем Если Эта передача Или Эта ролочка Нала То Должно Полняться Предверженное Разницу Такого Сорда И Этот процесс Вообще Тоже Был рассчитан Достаточно Давно Экспериментально Его даже Наблюдали В одном Из экспериментов В Дармштадте Но вскоре Выяснилось Что это Был Полно Ошибочный Эксперимент Так что Вот Вот Этого Приятна Это было Первое Наблюдение Такого Сорда Так что Как вы Видите В данном Случае Эффект Кондена Работал Как Некоторый Агент Помогающий Открывать Новое Явление С этим Явлением Расщеплением Фотона Связано Как утверждает Многие вещи В астрофизике Например На поверхности Очень Компактных Звезд Может быть Очень Большое Магнитное Поле На уровне Мегагаус И так далее А В таком Сильном Магнитном Поле Фотон И тоже Может Ощепляться То есть Излучение Которое Там есть Лео Зеленое Есть То оно Постепенно Деградирует Энергия Фотона Утробится Это То что Было По эксплуатации Эффекта Контура Здесь У нас Это же Примерно Время Да Постоянно Произвелись Опыты На Линейном Ускорителе Там Электрон Электрон Линейного Трехкилометрового Ускорителя Синергии 46 Гигалитрон Сталки Сталкился С Фотоном Ну Примерно Там тоже Были Несколько Разных Лазеров Но Он Утреблялся И вот Этот Лазер Так Ну И Теперь уже Нетрудно Сосчитать Что Возникали Совсем Другие Картинки Соответствующий Х Уже Был Если Здесь Почти В 10 Раз Была Большая Энергия Да То И Х Был Соответственно Примерно В 10 Раз Больше Он Составлял Величину Так Порядка 0.85 И Значит Максимальная Энергия Рассеировала Фотона А там Был Финал Здоровянный 21 Дикоэлектрон Вольт Вот Ну Что это Означает В основе Означает Что В результате Совершения Опять-таки Этого Крохотного Фотона С Высокоэнергичным Электроном У электрона Дралась Уже Почти Половина Его Энергии Ну А дальше Само по себе Это было интересно Для проверки Но Была еще Одна Сверхзадача В этом Эксперименте Дело в том Что Лазер Который Здесь Употреблялся Был Весьма Необычный Лазер Лазер Повышенной Мощности Вспышка Вспышка Там Сопровождалась Излучением Небольшой Энергии Порядка Одного Джоуля Но Зато Из-за Прекрасных Слой Лазера Эту энергию Удалось Сконцентрировать В очень Короткий Отрезок Времени Порядка 10-12 Секунды Поэтому Мощность Вспышки Оказывалась На уровне Терравата То есть Если мы Один Джоуль Разделим На 10 С 12 Секунды Получим 10 Плюс 12 Ватт Терраватт Ну так сказать Для поражения Воображения Скажем Что Скажем Мощность Какой-нибудь Там Чебоксарской Или любой Другой Гидроэлектростанции Вообще-то Меньше Чем Мощность Вспышки Лазера Правда Станция Работает Непрорывно Но Лазер Толк В течении Только Пикосекунды Но Что было Средством Того Что Эта Небольшая Энергия Компактно Умещалась В очень Короткое Время Если А это Делалось Эту вспышку Еще Хорошо Фокусировали То Получалось На этот раз Мазерная Мишель В отличие От того Что было В Яфе Да Очень Плотная Настолько Плотная Что Помимо Обычного Эффекта Контона Здесь Можно было Нелинейный Эффект Контона Его Описание Скажем В терминах Эти же Диаграммы Выгодно Примерно Так Скажем Вместо Вот этой Диаграммы Была Диаграмма Такого Сорда Электрон Мог Рассеиваться Не на Одну А на Паре Хабону Одновременно Из-за Этого Конечно Менялась Инергия Конечного Фотона Эти Примерно С чем Это Можно Сравнить Ну Вот Все Плотности Которые Имеются В пучках Электронов На Наших Ускорителях Совершенно Ничтожная Вещь По сравнению С этим То есть Обычная Плотность В пучках Это Ну Плазменные Плотности Причем Сильно Разреженные Плазмы Да Они Не дотягивают Существенно Даже До плотности Электронов Или ядер В обычном Твердом Теле Который Всегда Считается Достаточно Большой Плотность Твердом Теле Это На уровне 10-22 Здесь Получалось На 6 Порядков Больше А Поэтому И возникало Отличное Отдумя Вероятность Того Что Существуется Могут Электрон С одним С двумя С тремя И даже С четырьмя Попробуем Теоретически Это так Могло быть Как это Замечалось Ну Очень просто Настарственно Было Регистировать Энергию Отдачи Как мы Могли Все Сдать Потому Что Когда У обычных Эффектов Тон Фотон Имеет Максимальную Энергию Да Электрон Я Расчет С учетом Поляризации Всех Начальных И всех Конечных Частиц Был Сделан Только Недавно Как раз Вот А что касается Нелинейных Эффектов То там Тоже Оказались Крайне Важные Поляризационные Эффекты И полный Расчет Был Выполнен Буквально Лет 5 Назад В работе Иванова Откина И моей То есть Получается Что здесь Наоборот Всех Разливаются В один Грубо говоря Ну Можно Искать Так Как будто Бы Эти Фотоны Представляют Некоторые Объекты Да Суммарная Энергия Равная Суме Этих Фотонов И суммарным Импульсом Да Они же Дегерентны Как полагается У нас В данном Излучении Вот Ну Ну хорошо На этом Не Исчерпывается Изыскание Связанное С эффектом Конта В настоящее время Разрабатывается Международным Заобществом Проект Международного Линейного Коллайда ILC Международного Линейного Коллайда Это Устройство В котором Должны быть Применены Новые Принципы Ускорения До сих пор Все коллайдеры Не только Электрон-позитронные Но и протон-протонные Протон-антипротонные Электрон-протонные Да Строились По системе В которой Производился Пучок Заряженных частиц Их Запускали Накопительные Кольца И два пучка Сталкивались С точки встречи Отличительной Особенностью Этого Способа Саударения Частиц Может быть Самый Существенный Заключался В том Что это были Именно накопительные Кольца Где кучок Живёт Часами Постепенно Теряя Интенсивность На Рассеяние На Остатках Газа Канали Которого Вращается На Взаимодействие Пучков Потом Заменяется Через Несколько Часов А иногда Даже через День Новым Пучком Частиц Вот То есть Это Такие Ускорители В которых Пучки Используются Многократно Для Многократных Сударений И Слово Многократно Здесь Очень Значим Например На Веке Четвёртом Сударение Пучков Происходит Миллион Раз В секунду Да В течение Часов Схема Очень Хорошая Прогрессивная Но имеет Свои Ограничения Дело В том Что Когда Вы пытаетесь Переходить К большей Энергии Ну Скажем Шагнём От В Четвёртого И Вот И В В В Проект Солси Для Электронов И Газитрона На В Первой В Очереди На Уровне 50 Раз Больше Что При этом Происходит В Накопительных Кольцах Уже Сейчас Лёгкая Частица Электрон Под действием Магнитных Полей Движется В основном По кругу А при этом Вы знаете Возникает Синхротронное Звучение С Ростом Энергии Разгоняемых Частиц Увеличивается Доля Энергии Идущая На Синхротронное Звучение Избежать Этого Можно Каким Обазом Вы знаете Даже Из нереликивистской Механики Что двигаясь По окружности Частица Должна Испытывать Центростремительное Ускорение Если Увеличивать Радиус Движения То Это ускорение Уменьшается И уменьшается Синхротронное Звучение Но Насколько Далеко Можно Продвинуться В этом Отношении Если Наш Ускоритель Имеет Какую длину Кольца Примерно Что В 2027 метров Так А в Это Около Там 366 Около 400 метров То Большой Ускоритель На 100 Гэф Это Лэп 2 Имел Уже Длину 27 Км Если Думать Об энергии На уровне 250 Км Гэф То Это Уже Длина Длина Растет Квадратично Должна С ростом Энергии То И Будет 2,5 В квадрате Это Сколько там Уже В 6 раз 27 На 6 Это Уже будет За сотню Км То есть это уже становится не реалистично Ну и тогда пришли к идее, что вместо накопительных колец нужно использовать схему линейных коллайдеров Линейные коллайдеры схематично устроены следующим образом Значит, имеется источник электронов, ну какая-нибудь фотопушка, например, и так далее Пучки герлитийских электронов забрасываются в небольшое ускорительное накопительное кольцо Где их приводят в состояние, в первоначальном состоянии, где есть большой распрост импульсов К состоянию, где все импульсы примерно сравниваются Затем гердают промежуточный предускоритель, где уже доводят до реалистических, но небольших энергий И затем имеется основной канал, это линейный ускоритель Где с помощью бегущего электромагнитного уголя, электроны должны увеличивать свою энергию до уровня примерно 250 г На первоначальном оттайме предполагается, что длина этого канала электромагнитного каламера Должны достигать примерно 15 км С другой стороны аналогичным образом производят ускорение позитрона С позитронами, однако, да, возникает сложность, что их еще сначала нужно получить, есть тут довольно сложная схема их получения, в которой отключался, тем не менее, нужно еще 15 км, линейное ускорение, а потом уже они сталкиваются, электронные позитроны, проходят друг через друга, при этом совершается небольшое количество электронных позитронов, совершают какое-то полезное действие, рождают новые частицы, да, или приводят к большому числу событий со старыми частицами известными. То же самое Хиггсовский бозон, например, можно по этих установках изучить гораздо большей причинности и подробностей, чем на большом огромном коллайдере. А потом, на этом судьба электронного сгустка кончается, он идет в некоторое, стенку углей пропадает, тоже зашатся с электронным сгустками. Дальше, до сметующего сгустка нужно приготовить следующий сгусток. Это, вообще-то говоря, означает, что эти сгустки нужно готовить в большом теме, чтобы здесь было приемлемое сгусток. Еще одна особенность та, что опланируемая картинка выглядит примерно так. Число частиц в этих сгустках будет меньше, чем число частиц в накопительных кольцах, в сгустках, в циркулирующих накопительных кольцах. Частота соударения сгусток тоже, она же определяется производительностью этих сгустков, будет меньше. А за счет чего тогда можно достигнуть эффективно большого числа полезных событий? Только за счет того, чтобы увеличивать плотность сгустков. Но при фиксированном и меньшем, чем обычно, числе частиц, это означает, что нужно уменьшать размеры. Прежде всего, поперечные размеры. И то, что сейчас планируется, выглядит совершенно фантастическим. Но давайте еще раз вспомним. Веб-4. Что мы имеем по вертикали в поперечном направлении? Мегровый. Что? Мегровый. Да. Это нет. Порядка 30 микрон. А в горизонтальном? А в горизонтальном раз 30 больше. То есть почти миллиметр. Так? Для соберения сгустков на вот этих линейных планерах планируется, что по вертикали они должны быть на уровне 5-7 нанометров. Это означает, примерно в тысячу раз более сжаты по вертикали, чем то, что есть у нас. Я уж не говорю о том, чтобы оперировать. Ну и по экзанталию, соответственно, тоже. Оперировать с такими сгустками трудно. Есть даже проблема в определении, а где они находятся. Но все эти проблемы решаемые. Проект этот развивается. Сейчас уже опубликованы даже технические подробности этого проекта. Так вот, на этом типе коллайдеров, чем он принципиально отличается от накопительных колец? Что здесь электронные сгустки используются однократно. То есть это однопролетные ускорители. И сразу возникает идея, которая была выдвинута у работников на мосибирской группы, Динсбург, Лоткин, Серго, Тенок. Но тогда эти электроны можно попробовать превратить в фотоны с помощью эффекта комнатного. Мы знаем, что эта вещь работающая. Наконец, можно считать, что если речь идет об... По бенеенке 250 мегалитром вольт. Ну а будем мы отправлять, скажем, тот же самый лазер. Там не объявляемый секрет. То соответствующая константа x, по сравнению с тем, что было на V4, да? Так, энергия увеличена в 50 раз. И, соответственно, на x увеличена во сколько же раз. И вместо 0,9 мы получим около 4, да? Но тогда, используя вот эту самую формулу, мы будем иметь, что максимальное значение, которое здесь, x на x плюс 1, Получается, что это будет на уровне 80%. То есть на уровне 200 мегалитром вольт. То есть, в принципе, таким способом можно электрон, вместо электрона, да, получить фотон с примерно той же энергией. Отличающая всего на 20% вот энергии электрона. Существенный вопрос, однако, стоит о том, а какое будет количество этих фотонов. Расчеты показывают, что если хорошо сконцентрировать лазерную вспышку, то даже существующих лазеров достаточно для того, чтобы почти каждый электрон имел шанс столкнуться с лазерным фотоном. Таким образом, число полученных фотонов будет порядка числа первоначальных электронов. Ну и тогда мы можем получить мощный поток фотонов, и остается только их заставить создаваться. То есть, использование объекта контона в этом случае приводит к возможности строительства встречных ускорителей со сталкивающимися фотонами. Вот эта схема, взятая из обзора Эндрю Сеслера, это был президент Американского физического общества, поясняет нашу идею. Речь идет о том, что где-то вот здесь, незадолго, недалеко от точки встречи, происходит окончательная фокусировка электронного пучка, и из-за ума больших размеров он фокусируется до очень малых, вот тех самых нескольких нанометров по вертикали, десяток или сотни нанометров по горизонтали. Причем в этих условиях, после окончательной линзы, он движется, эти электроны движутся свободно, и фокусируются в кровотную площадку, в точке встречи. С другой стороны летят позитроны, но на самом деле для наших целей достаточно, чтобы летели тоже электроны. Позитроны в этой схеме не требуются. На небольшом расстоянии точки встречи, так называемой области конверсии, на них светят почти в лоб летящими фотонами под мощного лазера. Вот это красные лучи изображают фотоны инфракрасного лазера. Но здесь происходит сонарение, ну и, как я уже говорил, мы можем получить фотоны высокой энергии, если мишень плотная, то в достаточном количестве. Остается еще, однако, следующий вопрос. Электроны легко фокусируются, они заряженные частицы, на них можно воздействовать электрическими, магнитными полями, есть соответствующие линзы и фокусируют. Как фокусировать фотоны с энергией 200 ГФ? Никаких линз или дифракционных пластинок для такой области энергии нет. Но здесь помогает то самое смольство эффекта Контона, о котором мы уже с вами говорили. Я уже говорил о том, что в зависимости, еще раз давайте посмотрим, энергия рассеянного электрона от угла рассеяния имеет вот такой вот резко выраженный характер. В области малых углов энергия фотона велика. С ростом угла энергия фотона достаточно быстро падает вот соответствующая формула. То есть падение идет, как единица на первом квадрате. Но тогда распределение, то, которое мы рисовали, то есть сигму Контона по телесному углу, в зависимости от угла вылета фотона, выглядит таким образом. Максимальное значение выполняет, что это было связано с особенностями диаграммы Фейнман для этого процесса. Главную роль при высоких агентствах играет вот эта диаграмма с тотменом, где соответствующий пропагатор равный диму минус кем-квадрате в знаменателе может достигать очень малых значений. Мы в прошлый раз довольно подробно разбираем. Значит распределение по углу вылета фотона должно выглядеть достаточно резко. Причем в каком интервью? В порядке единица на грамм электрон. С другой стороны угол вылета и негде связаны. Поэтому эту картинку можно рисовать в виде распределения кантоновского рассеяния по энергии фотона. Здесь где-то расположается энергия начального электрона. В нашем случае максимальная энергия рассеянного фотона всего на 20% отличается от энергии количества электрона. Но дальше энергии не бывает. Но с другой стороны именно в этой точке угол нулевой а нулевому углу отвечает наивысшая вероятность. Поэтому картинка должна быть такая в этом месте может быть максимум. Ну а тут уже как-то убывание. Вот это абсолютно уникальная особенность кантоновского эффекта. То есть распределение по энергии конечного фотона имеет максимум в области самых высоких энергий. Вы наверное уже знакомились. Что? Можно обретать. Ага. Ну уже ну давайте сделаем по углу рассеяния таково, что это означает на следующую картинку, которая по-видиму является наиболее красивой во всей этой схеме. Дело в том, что фотоны столкнувшись с электроном даже под некоторым углом написать там в лоб дальше следуют вдоль пути движения электрона. И соответственно этот фотон полетит к точке встречи вдоль первоначального движения электрона. Вот этот крайний фотон полетит вдоль пути первоначального движения электрона. Таким образом в результате фантомовского растения происходит не только производство фотонов высокой энергии, но еще автоматизированная их фокусировка. Это очень красивый момент во всей этой схеме. Таким образом можно получать сфокусированные пучки фотонов высоких энергий, что и составляет существо гамма-гамма-талайдра. Электроны, потерявшие значительную долю энергии, или те, которые не прореагировали, от области встреч отклоняются либо магнитным полем, либо, еще более красивый вариант, если употребляются пучки электронов с этой стороны и с этой стороны, то коллективное поле одновременно заряженных частиц заставляет их расходиться от области встречи. а нейтральные фотоны продолжают движение точки встречи. Чуть-чуть. Здесь еще показаны вот эти кружочки, которые означают, что электроны лучше выбирать протонно-полеизованными. То есть со спином расположенным вдоль направления движения электронами. то же самое нужно делать и с фотонами. Потому что спект излучения оказывается существенно зависит от величины и степени поляризации. Если рассмотреть в деталях кантоновского рассеяния вот еще раз самая схема фотон сталкиваться электронным под небольшим углом в реальности конечно это не лобовое свогорение немножко отмечает. Потом вылетает тоже под еще меньшим углом порядка единицы на грамм как мы с вами знаем. Дальше помимо параметра x который в нашем случае получает дополнительные множество косвенным в квадрате угла соударения маленького фотона электрона это величина на самом деле без так единицы ведем еще параметр y он будет означать в данном случае энергия конечного фотона по отношению к энергии первоначального электрона то есть это доля энергии которую первоначальный электрон передал фотону если посмотреть по параметрам вот этого самого международного коллайдера то как я уже говорил употребляя лазер на ангионимовом стекле синергия фотона 1,17 электрон вольт или длиной волны 1,06 мы получаем в них сравнение 4,5 максимальное значение от энергии конечного фотона оказывается 82% от энергии первоначального электрона то есть даже немножко больше чем я говорил 205 ГФ а типичный угол рассеяния определяется вот такой очень малой величиной на уровне 10-6 Кантоновское сечение вообще так говоря зависит от поляризации но в той области которая нас интересна слагаемая зависящая от поляризации в полном сечении дает изменения на уровне 10% с этой точки зрения не очень важно а вот а вот а вот распределение сечения вот сама величина сечения то которое я рисовал приблизительно здесь я нарисовал на мой точно этот самый параметр х который я говорил начинается почти с барна ну тут 0,65 вот барна и дальше падает область которая нас интересует в пункте параметр х 4,5 это где-то вот здесь то есть это величина ну примерно в 5 раз вольт меньше чем ванн но все равно очень большая а вот здесь на следующей картинке показано распределение по энергиям конечного фотона в зависимости по отношению к энергии до начального электрона если энергия в начальном да что касается энергии начального фотона все тот же лазер на электрон примерно 1 а здесь взяты масштабы существенно разные это вот энергия начального электрона 50 г это примерно опыты в Стэнфорде вы помните там было 46 раскрепление по энергиям вот так да к концу имеется максимум расположен в районе где фотон забирает около 43 или 4 процентов от энергии первоначального электрона если энергии первоначального электрона 150 г то картинка уже выглядит вот так вот и здесь фотон отбирает уже 70 процентов энергии если реализуется в полном виде проект АЛСи где-то там в далеком будущем для планирования вместо 15 километров с каждой стороны уже иметь по 25 километров на 1,5 тела то картинка будет вот так и здесь уже фотон будет отнимать у электрона больше 90 процентов энергии а здесь показано изменения вы помните что энергия конечного фотона связана с его углом вылета вот когда угол вылета для нашего варианта когда угол вылета близок к нулю то максимальное отношение энергии конечного фотона к первоначальному электрону составляет около 80 процентов с увеличением угла вылета а угол вылета дан в единицах на гамма я напомню что единица на гамма это примерно 10,6 да с увеличением угла вылета эта энергия убывает для электрона для фотона для электрона же угол вылета все время остается очень маленьким на уровне в данном случае сколько примерно ну там не больше чем 3 на 10 минус 6 радиан ну вот это главные характеристики эффекта Контона в этих условиях может быть еще полезно сказать пару слов апелляционных явлениях здесь опять отложена энергия конечного фатрона в отношении первоначального электрона а здесь сечение то есть распределение по этим энергиям деленное на величину полного сечения вы помните как я вам говорил что полное сечение очень слабо зависит от поляризации частиц а вот распределение по энергии зависит очень сильно для неполяризованных пучков возникает та картина которую мы уже видели максимум в том районе где фотон забирает около восьмидесяти процентов энергии электроны а вот если мы возьмем циркулярно поляризованный свет и продольно поляризованные электроны да еще так чтобы спиральности этих частей были противоположны возникает полное сечение почти не меняется а дифференциальное сечение меняется кардинально смотрите как в области малых энергий число рассеянных фотонов уменьшается а в области высоких энергий это число почти удваивается поэтому если отрезать вот этот кусок скажем содержащий отступление от максимума на уровне десяти процентов то мы получим больше половины всех фотонов таким образом получается относительно даже в каком-то смысле монохроматические фотоны высоких энергий ну и конечно отменируя поляризации начального электрона и начального фотона можно получать разные поляризации конечного фотона что тоже интересно для опытов создавания фотонов высоких энергий ну вот то интересное продолжение которое может быть у этого процесса для получения фотоновой сухой энергии но до сих пор мы говорили о производстве фотонов в том числе если вернуться к Яфу то о производстве меченых фотонов но схему можно оборотить и она кажется тоже крайне полезной а именно давайте мы будем рассеивать фотоны еще меньше энергии ну возьмем не лазер на неодимом стекле с энергией 1 вольт да а скажем лазер на СО2 энергия которого в 10 раз меньше тогда электрон будет терять еще меньше энергии не будем возьмем лазер конечно не слишком большой плотности мишени фотонной с тем чтобы во время свечения лазера на электронный бучок потери электронного на рассеяние были не слишком велики даже если всего один электрон за соударение испытает Кантоновское рассеяние тем не менее это означает что на самом деле достаточно медленное будет выбывание электронного бучка за счет такого взаимодействия а тем не менее число рассеянных фотонов будет достаточно велико и картинку тогда можно обратить можно смотреть рассеянные бальтические перевод фотоны да поставить детектор для их изучения спектра и поскольку вот эта самая величина америка максимальная по определяется параметром Х и энергия начального электрона от чего зависит параметром Х а параметром Х зависит от энергии первоначального электрона у первоначального фотона то задачу можно обратить а именно измеряя этот спектр особенно вот эту область гризимацию можно зная а что мы хорошо знаем мы хорошо знаем массу электронов жуткой точности мы можем хорошо знать энергию фотона есть лазеры в которых энергия фотонов и у нас точность 10-8 относительно отсюда автоматически следует что проводя точное измерение в районе максимума мы можем узнать энергию с первоначального электрона причем относительная точность при этом будет включена порядка 10-5 почему эта вещь является такие интересные проблема в том что в той области где работает М4 где будет работать будущая цветовая фабрика где сейчас работают японские и работают китайские ускорители да оказалось чрезвычайно важным производство узких резонансов узкие резонансы которые состоят например из очарованных кварков или из кварков прекрасных то есть из С или б кварков их сечения действительно имеют достаточно резко выраженный характер а это означает что определение массы этих резонансов напрямую связано с той точностью с которой мы можем знать энергию соударяющихся электронных позитронов таким образом рассеивая лазерные фотоны на электронах встречных электрон-позитронных пучков регистрируя спектр рассеянных фотонов в районе максимума можно с высокой степенью точности определять энергию сталкивающихся пучков есть еще более точный метод радиационной деполяризации который дает точность на порядок большую но обладает своими недостатками для того чтобы его применять нужно иметь поляризованные пучки раз во вторых когда происходят эти измерения нельзя проводить обычные опыты то есть идет набор статистики затем производится радиационные измерения измерения по методу радиационной деполяризации потом снова идет набор статистики из рабочего времени выпадают заметные куски а тамтоновский способ определения энергии фотонов может быть параллельно где-то в области встречи происходит интересные процессы рождаются узкие резонансы и так далее а в стороне области встречи происходит кантоновское рассеяние рассматривают энергию рассеянных фотонов и с хорошей статистической и абсолютной точностью измеряют энергию совгоряющихся частиц эта техника развита была здесь и сейчас применяется во многих ускорителях это все тот же самый эффект Коунтона в его производственном можно сказать выражении ну и может быть под конец этого рассказа где и так было много чего необычного да я хотел рассказать историю которую вы тоже можете прочитать она сейчас есть в интернете рассказываю одним из наших выдающихся теоретиком Борисом Лазаревичем Иоффе он работал ученик Ландау и Померчука он был заместителем Померчука по теоретделу в истории теоретической экспериментальной физики ну и известно что это классный теоретик который много занимался областью связанной с несохранением четкости но менее известно что в первые свои годы он много занимался ядерными реакторами и у него сохранились замечательные воспоминания которые есть в том числе и в интернете так что если кто интересуется я могу дать ссылку среди прочих есть рассказ напрямую связанный с эффектом Контона он говорит о временах порядка пятьдесят второго года когда уже были созданы атомные бомбы и вставал вопрос о следующей стадии в Америке начинали разрабатывать водородную бомбу и в качестве противовеса в России тоже в Советском Союзе тогда стали разрабатывать проект водородной бомбы первоначальный проект назывался труба речь шла о идее выглянутое Зельковичем и выглянутое примерно таким образом если взять большой цилиндр наполнив МНГК третьевой смесью и вначале взорвать атомную бомбу да то в дальнейшем здесь возникло условие подходящее для прохождения термоядерной реакции а затем эта термоядерная реакция болтала сохраняется на все пространство трубы и получалось оружие так сказать безмерной силы безмерной мощности то есть мощность зависела только от длинной трубы больше труба да большее количество энергии будет выделено проект был вполне людоедский но в духе тогдашних сталинских замашек по рассказу Йоффе его ощущение было такое что это была самая главная задача советских физиков на тот период обладая таким оружием можно было послать подводную лодку к атлантическому побережью Соединенных Штатов и угрожая взорвать все на протяжении многих километров можно было нейтрализовать Америку и захватить тем временем всю Европу ну и поэтому многие силы были вошли на заботу этого проекта не спрашивая желания и согласия группа Панготчука была подключена к этому проекту проблему заключалась в том что идея Зельдовича была рассчитана на уровне оценок а там возникала следующая сложная проблема здесь во время термонятных реакций развивалась очень высокая температура ну конечно были часть этой энергии уносилась электронами электроны высокая энергия однако большой плотностью не доходили до стенок они по дороге рассеивались и их энергия не пропадала но электроны высоких энергий могли сталкиваться с имеющимися здесь фотонами и там же миллионы градусов и в результате Кантоновского рассеяния энергия этих электронов придавалась фотонам а фотоны взгляд с меньшей вероятностью большей вероятностью проникали на стенки и вносили тепло пациентам Зельдовича получалось 50-50 то есть все было на грани то ли реакция будет развиваться то ли нет требовались точные расчеты вот и интересно что к тому времени только одна группа в Советском Союзе как раз группа института теорефизики обладала способностью проведить релятивистские расчеты с использованием диаграмм Фейнмана они только что появились их и заставили это делать и там как-то очень так прочувствованно написано что Йоффе до сих пор вспоминается благодарностью что им удалось показать уже на основе хороших расчетов что проект не работает так ну так 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 Рассмотрим теперь родственник этого процесса процесс аннигиляции это будет кросс-канал который соответствует тому что электрон будет развернут в сторону начальной частицы а протон в сторону конечной и мы в качестве двух диаграмм Фейнмана получим такую картинку один вариант и второй вариант в который фокол любви переставлен 1 2 1 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 для этой реакции, если в качестве S мы возьмем эту переменную то не сложно написать ампликуду рассеяния а я качественно опишу как любые сечения рассеяния в зависимости от энергии сталкивающихся частиц но стартуем мы, конечно, с энергии покоя которая соответствует двум массам электрона и в этой области сечения ведем себя в негативизме как единица на скорость с удаляющихся частиц которые как-то там дальше сводятся в константе а в области, которая нас интересует, которая на встречных пучках изучается в области уже больших энергией то здесь зависимость именно такая 2пα²s2ss Rhn2st3s2с quindi очень большая т.е. сечение тоже достаточно большое при малых S Но в области, соответствующей, скажем, ядовским, группу четвертого, здесь будут все те же самые монобарные, как и реакции нигеляции. Очень важным является зависимость от угла рассеяния фотона. Это связано с тем, что мы рисуем диаграммы, соответствующие квантовой электродинамики. Кто нам сказал, что на малых расстояниях квантовая электродинамика непременно должна работать? Вполне могут быть какие-то модификации. В частности, модификация может сводиться к тому, что вот этот пропагатор, который мы с вами шатерно изучали, на малых расстояниях вдруг окажется как-то модифицированным. Этот пропагатор отвечает Т и У обмену, поэтому, чтобы уловить, как именно происходит модификация, нужно смотреть область, где переменные Т и У большие, а значит, соответствующие расстояния будут малыми. То есть, область, где этот виртуальный электрон имеет большую виртуальность и, соответственно, малые расстояния. Поэтому, когда вступает в строй любой новый ускоритель, то первое, что происходит в нем, это один из самых первых процессов, который всегда изучается, это как раз вот этот самый процесс двухкатонной аннигиляции. Ну, и здесь мы их посмотрим. Так, ага, немножечко неправильно. Вот рисунок взятый из книжки Бетскими и Швёдорова. Дифференциальное сечение рассеяния конечного фотона как функция угла рассеяния. Фактически входит не угол рассеяния, а косинус угла рассеяния. Причем, энергия большая и старается брать большие углы. Ухлук θ равный анулю соответствует косинус равный единице. Так что это где-то вот здесь вот. А там, где косинус равен половинке или еще меньше, это большие углы рассеяния. Эта область самая интересная для того, чтобы выяснить, действительно ли квантовая электродинамика такая, как доследует изъел известного нам варианта. Или там на малых расстояниях появится что-то неопрочное. Вот такая, видите, довольно крутая зависимость. И она хорошо исследуется экспериментально. В прошлом здесь, когда были созданы первые встречные электронно-газитронные пучки, также один из первых процессов, который был изучен, это был процесс двухатонной вентиляции. Ну и, естественно, рядом с этим процессом сразу можно рассмотреть обратный процесс. Эти фейнерские диаграммы надо были рассматривать с этой стороны. В соответствующие входа на территорию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сумкин Корректор А.Егорова да? соответствующая модель самая высокотеременная будет просто произведение четырех ингрессов начальных фотонов ну а картинка полного сечения будет выглядеть следующим образом здесь есть порог отвечающий тому, что фотоны соларяющихся должны иметь непременно энергию больше чем энергия покоя электронной позитрома то есть больше энергии 2мб начиная с этого порога возникает сечение которое отлично от нуля поэтому, конечно, его просто не было а здесь оно довольно бодро подрастает да? и потом падает примерно по такому же закону как раньше вот такая вот картинка этого процесса ну и и чтобы наблюдать этот процесс нужны что нужно? пучки фотонов приличные энергии в системе центром ланса это должны быть энергии каждого из них больше чем 1мб 1мб таких лазеров нету а пучки должны быть интенсивные правильно? чтобы что-то удалось найти тем не менее я хочу сказать что окольным образом нечто похожее на этот процесс реально наблюдалось это интересная история я ее коротко расскажу поскольку это современность помните мы с нами рассматривали эксперимент с лаком где электрон с энергией 46г сталкан со слабым фотоном отличающим лазерным лазерным вылетевший фотон обладал энергией максимально большой 21г электрон это вы все хорошо помните но надо также хорошо понимать следующее лазерный изгусток даже со временем вспышки порядка 10 на 12 секунды да все равно отвечал длине примерно 3 сантиметра это означает что если электрон сталкивался с лазерным фотоном здесь и производил высокоэнергичный фотон то этот высокоэнергичный фотон продолжал двигаться внутри лазерного пучка и происходили подобные соударения но легко подсчитать что вот эта величина которая в этом случае будет равняться чему 4 омега 1 на омега 2 была все-таки меньше чем угольная масса электрона так такие энергии немножко эквокалны да а нужной вопрос а если вот по поводу вот этого графика что-что вот по поводу вот этого графика которого сигма от коров внизу а почему у нас в точке двое мы же подставляем двое получается логарифм четверки нет когда я написал значение в талии а я определяю эту картинку я все время говорю что эта картинка вот эта формула справилась в этом куске где происходит падение здесь совсем другая формула а у двое термига 1 можно что-что у двое термига 1 можно удвоить омега 1 можно если этот столкнется с двумя и тогда здесь произойдет удвоение но и этого еще мало так если он столкнется с тремя это тоже мало а вот если он столкнется с четырьмя этого оказывается достаточно чтобы родилась электронно-позитронная пара которую экспериментально замечали последующим в направлении вперед смотрели что получится а что получится получатся фотоны в основном получатся электроны высокой энергии которые они проегировали или которые у которых отняли энергию а еще будут вылетать позитроны и это экспериментально наблюдалось было всего около сотни событий но с несомненностью это свидетельство реакции в которой фотон четыре лазерные фотоны стартули с фотоном для высокой энергии и получалось я буду сдвинуться но все это происходило имело место потому что у нас была весьма высокая энергия весьма высокая плотность лазерных фотонов вот мы с вами говорили о физике элементарных частиц ускорителях лазерах и так далее может быть чем прекрасна наша наука что она относится ко вселенной в целом и наш процесс который мы только что обсуждали по отношению к чему-то земному имеет прямое отношение к ряду астрономических проблем а именно когда мы на земле наблюдаем потолки высокой энергии летящие там издалека то есть на самом деле они по дороге проходят через область где конечно есть звезды но это совершенно редкое явление есть межзвездная среда но это тоже почти не влияет на распространение фотонов но есть еще одна вещь есть реликтовые фотоны которые всю заполняют вселенную их плотность негляка энергия ничтожна но фотоны очень высокой энергии сталкиваясь с этими реликтами могут рождать оказывается электронно-позитронные пары если энергия этих фотонов я уже не помню на уровне 10.18 или 10.19 электроновольта но такие фотоны тоже хочется наблюдать и до земли не доходят потому что длина свободного пробега у них может оказаться меньше чем расстояние от источника до земли но если мы обратимся к этой картинке то нам подскажут что если энергия потона стало быть ЭС возрастает то сечение падает и среда становится все более прозрачной для потона высоких энергий но это еще не конец истории а дальше наступает процесс с которым я имел непосредственное отношение занимался обвлекал несколько работ а потом вдруг пришло письмо от астрофизиков которые говорят что а есть еще такой процесс где фатон два фатона они делируют не в одну падлу а каждый фатон производит падлу конечно это сечение более высокого порядка конечно то есть соответствующие сечение если альфа четвертый по сравнению с альфа квадрат но зато оно не падает с энергии и где-то очень далеко оно выползает и привык к тому что с края вселенной самые энергичные фотоны до нас такие не доходят но на эту высокую ночь я хотел закончить сегодняшний рассказ до свидания до новых 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 до новых